Доброе утро, наши самые ранние телезрители. На календаре среда, 27 ноября. Все 4 часа в студии с вами буду я, Екатерина Стриженова. Ну и не теряя времени, вот наша первая тема. Как иностранец в интернете русскую невесту. Сегодня, 27 ноября, свой день рождения отмечает народный артист России и очень хороший друг нашей программы Валерий Баринов. Доброе утро, Валерий Александрович. Доброе утро. Ну, с днём рождения. Если бы день рождения был не один раз в году, а два, то сегодня вам было бы не 68, а 136. Поскольку у меня три дня рождения, поэтому я их, считайте, на три. Почему три? Вот так вот. 27 ноября я родился, 45-го года. 15 января 46-го года меня записали в паспорте. И теперь все официальные поздравления всегда приходят 15 января. Я уж забыл, что... А есть ещё 9 июня, день рождения артиста Баринова, когда я сыграл дипломный спектакль. И мне сказали, что отмечаю свой день рождения артиста. Я все три отмечаю. Молодец. Правильно. А у меня такое ощущение, что чем старше вы становитесь, тем у вас больше работы и успеха. Тв-тв-тву. Да, ну, слава богу, спасибо большое. Пришло моё время. И это я всегда говорю молодым артистам. Ребята, надо быть готовым. Мой девиз – терпеть, но не ждать. Он остаётся в силе. Шикарный девиз. Да. Главное – не ждать. Я думаю, что он пригодится многим людям в разных профессиях. Конечно. Шанс будет обязательно у каждого человека. Но ты к этому шансу должен быть готов. А вот при таком графике успеваете хоть когда-нибудь заглядывать в свою мастерскую? По-моему, мне кажется, это замечательный... Как говорил Макаренко, лучший отдых – перемена деятельности. Да, да. Вот пойти и что-то сделать своими руками, поскольку вы мастер. Я с тоской думаю о том, что я до 15 декабря не попаду к себе в мастерскую. Я там сейчас задумал новую такую конструкцию, полку, и уже там начал её делать. А своими руками ведь приятно. Ой, обожаю. Потом повесишь и всем говоришь, это я сам. Обожаю, оторваться не могу. Нет, это даже не важно. Я сам иногда смотрю и думаю, это я сделал. Боже мой, как здорово. Вот это мне нравится. Ну, ещё есть развлечение. Вот футбол у меня сейчас всё в порядке. Локомотив у меня делит первое место с «Зенитом». Так что... Но вы теперь перешли только в ранг болельщика, я так понимаю. Конечно. Поскольку раньше играли, занимались. Да, я занимался, играл, всё. Но, естественно, я никогда не был таким известным футболистом, каким являюсь болельщиком. У меня такое ощущение, что все интервью, которые мне берут, про спорт, про футбол, их гораздо больше, чем про театр и кино. А какую ещё любовь, помимо футбола, вы пронесли через всю жизнь и с детства? Я с детства люблю. Это подарок всех давних времён, когда не было никаких изысков. И мама каждый раз умудрялась дарить мне пастилу. Каждый раз утром, просыпаясь, я находил кулёк из обёрточной коричневой бумаги, который вот так кульком был именно свёрнут. И там лежала белоснежная пастила. Ничего вкуснее не было. Вот как всё тянется из детства. Конечно. Но я уверена, что сегодня вечером вы найдёте под подушкой пастилу. Нет, под подушкой не надо, я её раздавлю. Я приду сегодня после прогона. Тяжёлый будет прогон там. А завтра у вас премьера. У нас в театре называется «Леди Магвит» не Мценского уезда, а «Леди Магвит» нашего уезда. Кстати, это раннее название. Так было у Лескова. И Гинкос Камеронович решил, что это будет вернее. Что это не просто про Мценский уезд, а что это про всю Россию. Очень люблю эту пьесу. Да, я с нетерпением жду этой премьеры. Ну вы как настоящий артист, получается, у вас такой вот день рождения почти на работе. Сегодня вечером будет прогон на зрителей. Такой, в общем, как... Ну я вам желаю, чтобы успех был. Спасибо, спасибо. Чего бы вы сами себе пожелали сегодня в день рождения? Знаешь, я чувствую себя старшим в семье. От моего здоровья, от моих сил, от моего даже материального состояния зависит судьба очень-очень многих людей. Я бы хотел, чтобы мне хватило сил. Я желаю, чтобы все ваши хотения исполнились. Спасибо, спасибо. Люблю вас. Спасибо большое, спасибо вам большое. Спасибо, что вы меня приглашаете именно в этот день, а не тогда, когда у меня стоит по паспорту. Это меня как-то сближает и... И заставляет вспомнить о том, что сегодня тоже праздник. Да, и этот канал для меня становится родным. Валерий Александрович Баринов этим утром был нашим гостем. А наша программа подошла к завершению. Мне остается пожелать вам удачного рабочего дня. Увидимся. Мудрая женщина всегда знает, о чем нужно говорить, о чем лучше. Промолчать. Если мне говорят, стоп, там где-то что-то там не делай, да, я... Далее слово нашим домашним мастерам в эфире рубрика «Полезные советы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова